Вот она идёт. Друзья, всем привет, мы из Украины. Мы только проснулись. В общем, сейчас вообще пипец. Я еду, как будто сплю во сне. Чуть в четыре аварии не попал. Ника прячет свои анализы. Кал, кал. То кал, или нет? То коко кал. Нет, то там мочу свою, короче, Ника. Я бы могла её не прятать, но Женя просто не любит. Чё? Я же её не буду, блин, дегустировать. Не знаю, я могу её так нести. Мені, господи. Ну, в общем, в 7.00. Мы едем сдавать уже аналізи, Ники. Там будем дивиться. Пока ты сейчас поговоришь, я как раз на них опоздаю. Ладно, поехали. Самый классный завод. Бум. Это как ракета. Пристегнись. Обовязково. Подожди, сейчас вилет за мальчиком. Я тебе как вилю, я тебе говорю, то ты фигуешь. Не дай Боже. Я не достаю его. Давай я закрою. То я оцей, ну, короче, обмию твою нову машину. Не надо. Что? Вообще ничего. Чего ты втыкаешь? Втыкается, ты втыкаешь. Ааа. Вот это как раз в одну точку и всё. Я представляю тебя посадить за руль. Ты вот так вот в кущи вот так и въехала бы туда в новую почту. Ну, за руль уже ты сосредоточена, а здесь я могу расслабиться. Ага. Море, море, море. Ты постоянно всегда такого плохого мнения обо мне. Чего? Даже такого плохого ужасного. Та ладно. Да. Ага. Ты мне, кстати, обещал поездить, но что-то мне задалось. Уже брехнуто, да? Та поедешь, хочешь, блин, а сейчас и всё поедешь. Хочу. Ну, хлопця попрошу, чтобы ты на велосипеде покатал. Это ж машина. Ну, надо уметь ездить. Ааа, это ты что? Та ладно, поездишь. Коли? Коли вы идете? Та всё. Я открыл окно и мужика попрошу, чтобы покатал на велосипеде. Та ладно, я, блин, возьмешь, сядешь и поедешь, куди тебе нужно. Хочешь до себя в место поедешь, Наталь, покатаешься, а потом приедешь. Хочу. Ну, давай, всё, тогда мы договорились с тобой. Угу. Давай. Мы уже приехали, да, в лекарство? Да. Давай, хоть машины, блин, намного. Класс. Давай быстрее. Да, подожди, что там на вторую. Опоздаем. Для коктейля не киймутся. Ось, раненый. Раненый, блин, боясь. Так, нормально иди. Ты, блин, вагитная. Поцарапана. Опять. Мне холодно. Да? Да. Как лошадка идешь. А я утоляю жажду. Сегодня у меня очень крутой напиток фанта. Фанта по утрам. Лимонная. Лимонная? Она вонячая? Нет. Нет, она пахнула. Выпала б за тысячу долларов? Конечно. А кока кау? Ну, тут надо дороже б, наверное, взяла б. Ого, я бы в шоке, будешь такой контент. Кока кау зъела б? Нифига себе. Вот за этой гонышко. Я у тебя таки не очікувал. Ну, извините. Да. У меня сейчас прохладно. Я вообще в штанах ездить. Сейчас война одень. Ну, надо любая чуна зарабатывать. Да? У нас, конечно. Ооо. Мне ж надо кормить семью. То надо кока кау хавать? Да. Ха-ха-ха. Ты хоть людям не кажешься. Хорошо. Да. Ай, у меня уже за вас отвлеваться. Ничего. Мама, покажи мне, куда мне идти. Туда. Налево. Налево. Вот туда. Да. Пошли. Ещё не надо нам приехали? Ещё не на вечер. Куда? Сюда? Не-не-не. Далее-далее. Не. Как не? А что, сюда? Ну, наверное. Надо спитать, чтоб я там, короче, спитал бы лучше. Смотрите. А вы не знаете? Жаль. Иди, пытай. Иди. Отдай, иди. А тут десь врага. Иди, ты спитай. Всё, биохимичное доследжение. Спитай дай. Жаль. Что? Государственное? Не знаю. Иди лучше уточни, я тебе говорю. Так где ты уточни меня? А, вот сюда, в мочах. Ну давай. На, ставь. Угаски тут можно поперемешивать, чтобы что хочешь. Ты ж свою фоль... Нормально ты тут устрою. А ну подожди, что Жаня хоть и всё. Что? Нормально ты тут устроила. Скажите, что пойти в флюорографию надо заплатить 23 гривни. Что, пойти в флюорографию надо заплатить 23 гривни? Або... Мама говорит, або направление. Або направление, або 23 гривни? Да. Ну мама так и говорит, да. Ну пока. Давай. А ты сяди за мной, скучай. Пока. Давай. Прошёл. В общем, пройшёл я флюорографию. Ники вписала в детскую карточку обовязково. Это для партнёрских родов, чтобы присутствовать на родах. А. Давай, поднимай. Давай, поднимай. Давай. Мой карапузик, вставай. Вставай. Вставай, мой карапузик. Неси. Все, все сделал. Теперь я могу присутней быть. Все сделал, все оплатил. Все в норме. Присутней можешь быть, а да непонятно, да? Сейчас будем. Ой, ребята, тут такая новина. В общем, вчера нам, бачите, коментарии, какие классные. Девочка Ники написала, что она тоже здесь милая. Мы тоже на таком тижнем вагитности. Була тоже у этого гинеколога Деника. И сказали, что лекарня у Черкасах, где мы божаем народжевать, где мы уже домовились, тут сказали, что направления туда не дают, потому что черкасский роддом закрывается на какую-то генеральную уборку на целый месяц с 1 августа. Чи на 2 недели там. Короче, это жопа. Мы пришли, проверили. Как раз нам сьогодні треба до Ники, ну Ники, до гинеколога было. И гинеколог подтвердил это. И теперь мы вот, мабуть, сейчас будем ехать в Черкасу сам и все узнавать. Ну, как это так? Это же просто жесть какая-то. Вот это везучая, мы с тобой. Это вообще, это какая жесть. Просто жесть. А брикоску хочешь? Хочешь? Я споленый им. А в детстве ели все споленый? Ну, мы уже майже приехали до областной лекарни. Зараз пойдемо в родовый виділ, тут в роддом. То спитаем, а действительно это так или нет? Действительно, что лекарня? Правда, что мы расстроимся или неправда? Просто с почки. За почечки малому. Потом почитаем комментарии ваши обовязково, друзья. Чтобы я писал. А, да. Химашин стоит пипец. Это же все в лекарне, ты представляешь? Это церковь, смотри, какая красивая. Синяя. Вот это роддом. Красивый. Тебе нравится? Да. Очень. Да? Ты довольна? Да. Да что ж довольна, нас сейчас пошлют отсюда. Чего? Пытаем. Потому что я везучая. Это, по идее, тут ты должна на родину. Какие-то американские здания. Классно. Смотри. Красиво. Мне тоже нравится. Да, мне тоже нравится. Но тоже красиво. Это прям всеобластный перинатальный центр. Какое все равно. Вот это тут фоткаются все. А, вот тут стены разноцветные. Вот тут ёлечку выносят. Твоего будут выносить. Ну конечно. Вот тут вот такое холище. Видео. Шоколи? Шоколи. Охи льолик. Друзья, в общем, мы уже узнали всю информацию. Зараз я вам сейчас все расскажу. Это мы узнали. Действительно. З 29 числа. Ось июля закрывается лекарня. Там якусь они там, я не знаю, будут делать свою... Что они будут? Уборку. В общем, генеральную. Это где-то будет 2 недели до 15 числа. Мы все узнали. Я это не снимал. И теперь молим Бога, чтобы только мы достигли до 15 числа, чтобы народживать тут. Флюорографию я уже сделал. И это все благодаря девушке, которая все же написала в Инстаграме. Вы видите, какие вы очень хорошие. Благодаря вам мы много чего узнаем. А так бы мы тоже ничего не знали. И надеялись, что в любом моменте, в 13-14 числа, мы бы ехали туда на пологи. Да, никуда схватило. Мы приезжаем, а там закрыто. Прикиньте, что это было. Так что спасибо всем. Спасибо всем. Спасибо всем девушкам, что помогла. Хорошо, что мы это прочитали. Это очень круто. Да, спасибо большое. Да. До генетика мы не достичь, потому что он тоже пошел в отпуск. В отпуск. В отпуск. Да. Короче, будет сейчас нам очень весело, потому что все на август месяц пошли в отпуск. Так. А сейчас с Никой решили заехать, посмотреть памятники. Бабушке хочу поставить памятник. Просто напомню, где все по этой стороне было. Ну все, мабуть. Мабуть. Десь всего тут. И тут очень красивые памятники. А, да. Видишь, написано на памятнике. Да, да. Я хочу черный. А еще бачишь, 12 тысяч. А я бы сделала. Белый? Чтобы выделялся? Ну да. 11. Бачишь, они разные. Это только над гробницей, чтобы ты понимала. 18 тысяч вообще здоровья. А ты хочешь квадратную? Ну я не знаю. Нужно подбирать. Нет. Форму какую-то хочешь? Я не знаю. Какую-то надо подбирать. Ого, их тут дофига. Все, смотри, как выглядит красиво. Дуже красиво. Дуже красиво выглядит. Вот это я что-то такого плана хочу. Поняла? Типа вот такого что-то. Но оно, наверное, будет очень дорого. Поняла? Поняла? И вот это вот так вот. Типа вот такого бы хотелось бы. Вот что-то такое красивое. Но я не знаю, как оно будет выглядеть. Можно вот такого плана сделать? Давай. Вот так поменьше, да? Да? Тоже, да? Красиво с вот такой штукой? Ну это больше, это меньше просто. Даже вот такой, да? Красивый? Да. Скажи, с вот такой, с вот такой штукой. Чи великий, чи маленький, я не знаю. Надо просто, короче, дивиться. Друзья, знаю, что это трохи жутковато для вас. Это жизнь. Да. Я бабусе сказал, что я поставлю памятники. По-любому я оставлю в кошки, чтобы ей... Ой, дивись, 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 какие эти столики. Лавочки. Боже, я так хотел бы, чтобы ей еще лавочку поставили. Ну, это деревянное. Надо пытать. Да, так точно. Вот это деревянное, а это... С камня типа, да? Ну, что-то такое интересное. Короче, надо что-то выбирать. Да? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Ну, необычный. Дуже красивый. Какие все можно? Да, да, это прямо вообще выделяется. А это вот сюда будет, да, вырезаться еще? Да, да. Ну, не нравится. Надо обязательно записать. Друзья, короче, это... Мы приехали до дома, сейчас я вам скажу... Тема. Я завжди путаю петрушку и укроп. В общем, ну, завжди путаю. Мы же разницы не очень понимаем иногда. А Ника каже, что она путает... Что ты сказал? Лива и тигра. А что, а что так? Ну, не знаю. Не можешь разобрать, где лива, где тигр? Да. Пипец. Прикиньте. Вот это скидова. Ну что, а у меня петрушка и укроп. Просто все же столкнулось с Ника. Варим молодую картошку. Заробила очень вкусно. Такое вкусное. Это укроп, да ты? Да. Потому что я постоянно путаю. Я не знаю, как мне перевчиться, навчиться. А еще путаю июнь и июль. Ну, это салатик класс с домашней олією. И масло обрезковое в картошку. Ну что, друзья. Пришло в то время, чтобы мы почитали с вами комментарии, которые вы отправляли по поводу... Я вас просил, и Ника просил по поводу оцеплаценты, народжения дитины, да? Да. Я у малюка нашли проблему при УЗИ, в остальном УЗИ перед родами. Сейчас мы вам зачитаем. Сегодня... Какое сегодня число вообще? Сегодня неделя? Двадцать. Пятый? Чи двадцать? Какое сегодня число? Двадцать. Двадцать. Сегодня двадцать четверто. Видео вы дивитесь визжим. И... Зараз мы... Почитаем комментарии. Так. Ника, это кстати очень полезный комментарий. Да, да. И нам надо по любому их... Почитать. Так. Привет, Женя. Дивилась ваше видео остальное. Скажите, Ники, что нехай есть все. У меня на остальном УЗД вага дитини была 3200. А народилась 3550. Ну да. А если действительно не хотите есть и боится, как народят, то нехай есть фрукты и овощи. На счет старения плаценты в большинстве женщин на таком сроке кладут такой диагноз. Нехай не переживают. Прикинь. Ну... Хотелось бы не переживать. Не, ну так в действиях написали. Так. Что еще? Ой, тут блин. Так. Сейчас. Очень хорошая парусника. Тут тоже много пишет. Я тоже не знаю. Евгений, добрый вечер. Не переживайте. Я была худее Никуси и родила прекрасного сыночка с весом 4450. И рост 57 см. Легких родов вам и здоровья вашей семье. Ирина Довлатова. Спасибо большое. Это баскетболист. Да, 4450. Большой. Ирина Довлатова. Ирина Довлатова. Так у нас... Освідомо. Цикаво. Почитать таке. Бо вы ни где не найдете. Бо есть только медицинские какие-то там лекарские термени. Но когда вы пишете эти взрослые люди, которые пройшли это, у вас ставили остаточно такие диагнозы, как НИЦІ поставили, то НИЦІ. 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 Можно и НИЦІ, и НИЦІ. Говорят так и так. НИЦІ, НИЦІ. Так. Так. Сейчас. Да, это очень полезно. Сейчас поменяю руку, потому что у меня были шеи. Прикинь. Держать. Ага. Держу руку. Так. У меня не было настроя. Подивились ваше видео, аж поднялось. Дякую. Ника такая хорошая. Хейтеры будут ее обсирать людей, если людина действительно хорошая. Это мы уже знаем. Здравствуйте, Женя. Пишу по поводу Ники. Сначала была категорически против нее. И думала, что она страшненькая. И тебе не подходит. Что нагло и хотевшая славы. Но не переставала смотреть видео даже после перехода на украинский язык. Интересно ведь. Но вот вчера поняла, когда увидела Нику. Милая, заботливая девушка у тебя. Береги ее и цени за все, что она для тебя делает. Здоровья вам и вашему малышу. А глаза и вправду у нее красивые. О, спасибо большое. Спасибо, Катерина. Катерина Вина. Спасибо большое. Евгения у вас очень красивая девушка. Такая нежная, воспитанная, культурная и ухоженная. В большой животике ей очень идет. Если бы Ника захочет, то могла бы сделать видео, где она расскажет про свою жизнь. Где жила, училась, работала, вашу историю и знакомство. Чем зацепили друг друга. Очень интересно, за вами приятно наблюдать. Пусть не стесняется. У вас хорошая энергетика. Я вас смотрю года три. Кажется, и вы единственный блогер, который не надоедает. Ой, спасибо, Валека. Мы в каком-то видео рассказывали, как мы познакомились. Я не помню, как она называется. Рада, что у вас будут мальчики. Мне кажется, вот партнерские роды именно вас должны сблизить. Всего вам наилучшего, всех благ, слава Украине. Альбинка, дякую вам, Валека. Я очень хочу Жене рожать, да. Да. Уйдай на кофе. Добрый вечер, Евгений. На мою думку, вам будет цікаво с Никой на майбутнє, если Ника будет готовить дитину грудью, обовязково купить молоко в соус. Бо можно писать, можно писать в велику беду. Можно писать, можно попасть в велику беду с маститом. Це дуже недобре. Можно попасть під ніж, сама це проходила. Ого. И еще ни в никакого разу не купить дешеві дитячі смеси. Типу малятку і так далі. Краще для докормлення не стожен. И еще смотрели ваше видео, где вы говорили про пельменальный столик. Вам он не нужный. Спокойно стелите на диване пельонку и все спокойно. Передягнете дитину. А столик займае много места. И он нужный год на два. А потім він буде не потрібний. Ну десь да. Дякую Екатерина вам. Далі починаємо читати. Ніка, не переживай. Моего сіна на третьому УЗІ тоже был поставлен такой диагноз. Пельактазія. Почечна лоханка. Мне брач сказав не переживай. Обычно ребенок перерастает эту болезнь. После родов, после УЗІ, этот диагноз сняли. Не переживай. Все буде хорошо, это все корректирується. Вероника, спасибо большое. Ой, спасибо большое, да. Да? Ты бачиш, не так все... Прямо вообще. Питпек. У меня очень успокаиваю. Так. Да, мені теж казвали. Так вам. Ніка, не переживай... А, то я читав. Сейчас я ей отвечу, потому что... Напишу ей спасибо по-русски. Воно мне на российском авиатвитова. Срочно посмотри Наташи на видео последнее. Это просто невыносимо. Смотрите, слушай. Ой, друзі. Мы лучше промовчим. Нам нельзя упоминать ни одно имя, потому что... Ну, помните. Потому что будет страдать моя семья, и дитина моя маленькая, еще не народилась. Не хочу. Нам нельзя указать ничего. Так. Так-так-так-так-так-так. Сейчас подумайся. Мой совет. Обратиться к акушерке. Наблюдается, возможно, лечь в больницу. Так как из-за этого мало кислорода. Может попадать малышу. Я медсестра. Работала до войны в роддоме. А вот как она написана. Здравствуйте. Я по поводу Ники вопрос. У многих детей небольшая пелектазия. Исчезает самопроизвольно. В результате дозревания органов мочи выделительной системы. После рождения ребенка. В ряде случаев требуется консервативное лечение. И это не страшно. Раньше на УЗИ в период 18-22 недель не говорили об этом. А старение плаценты происходит из-за плохой свертываемости крови у матери. Сахарный диабет, болезни печени, почек и травм. Вот у тебя как раз почки. У нас же в рожденном хоре и почке. У меня хроническое воспаление почек с 8 лет. Угу. Мой совет. Обратиться к акушерке. Наблюдаться, возможно, лишь в больницу. Так как из-за этого мало кислорода может попадать в малышу. Я медсестра работала до войны в роддоме. Дарина, дякую. Я ходила к гинекологу на прием, на консультацию с этими диагнозами. Она мне ничего такого не сказала. Там ложиться что-то сделать. Просто выписала мне сироп. Пить. Пока. Ну, пить все время, пока рожать. Ну да. А так ничего такого мне не сказали. Если скажут, то да, конечно. Евгений, добрый день. Пишу вам по поводу диагноза вашего ребеночка. В 2016 году я попала в больницу с отравлением на УЗИ. Мне сказали, что у меня увеличенная лоханка в одной почке. Незначительно. Посмотрела ваше видео и решила посмотреть, что у меня записали врачи. И в описном листе. Ты чувствуешь, да? Да, да. Действительно. Мне поставили пепеллосактас почки. Я поломаю язык. Выбачьте. Удивилась, если честно. Но живу с этим уже 6 лет. И никакого дискомфорта и проблем у меня нет. Единственное, что мне посоветовал врач, это не есть много соленого, копченого, жирного. И также не заслуживать поясницу. Единственное, что меня редко беспокоит, это небольшая боль в пояснице. Но я еще раз повторю, что у меня незначительная выражена. Я думаю, Нике не стоит переживать, пока не посоветуется с врачом. Желаю здоровья вашему молодчу. Мария Шагаева. Дякую вам. Ой, спасибо большое. Да, Эклюда, да помогает. Реально. Ну, а вы действительно помогает. Успокаивает, во-первых. Нафролог вам в помощь. И до года с почкой все в порядке будет. Постоянно наблюдаться на УЗИ и мочу сдавать. Ну, да, это мальчик. Нафролог, запомни. Нафролог. Нефролог. Здравствуйте, по поводу вашего вчерашнего УЗИ. Не переживайте, у меня тоже мальчик. Та же проблема с ныркой. Мне врач сказал, что для мальчика это нормально. Ну, она у мальчика хочет. Да, у мальчика. Она так и сказала. Дякую вам Вылыке Ивана Иноземцева. Так, далее. Пиолоктазия – это проблема от тока мочи у ребенка. Ну, это понятно. Доброй ночи, Евген. Дивлюсь каждое ваше видео, но ни день не можно найти инстуники. Можете, будь ласка, где-то выставить или дать посилание. Инста уже есть. Переходьте на мою строчку в Инстаграме и в разделе подписки, где у меня там 8, на 8 людей подписано, есть Винроника. Вона Катюня подписана. Катюня. И в ней, до речи, уже очень старинка такая развивается. Вже майже сьогодні, может быть, уже 10 тысяч подписчиков. Так что, кто не подписался на старинку, будь ласка подписывайтесь. Женя хочет, чтобы я ему просил торт. Да, я скажу, да. По-любому. Говорю, будет тебе 10 тысяч, будем отмечать. И Винника купит торт. Будем разом с вами. За несколько дней 10 тысяч, это тоже очень хорошо. Так. Что еще? Сейчас посмотрим. Доброго вечера. Дивилась ваш остальной влог за 21 липня. Хочу побажать вам всего хорошего. Все будет хорошо. А еще у меня день народжения, 16 серпня. Вам прогнозуют 5. 15 серпня прогнозуют родители. А, да. Вам прогнозуют 15. Было бы круто, если так сповпадет, что народится 16. Никуся молодец. Не можно показывать дитину, навіть после пологов до Христины не нужно. Вы классные, все будет окей. До речи, привет вам от меня из Черкасской области. Надеюсь, прочитаете. Анечка, спасибо. Так, что еще? Никто люльку в багажник не пхает. Ну это мы уже знаем. Это я вам сегодня знала, теперь буду знать, да, мне много вопрос. Евгений, здравствуйте. Дайте почитать, Ники только что посмотрела ваш влог. А, что такое пиелектазия? Спасибо, мы уже видели. Мы знаем, что это просто. Мне очень, наверное, опасно это и что с этим делать. Здравствуйте, хотела поинтересоваться, вы не делаете рекламу по Бартеру? Могла бы Лере или Ники переслать сумочку? Ну что себе, ты хочешь сумочку? Так, далее. Евгений, то, что у Вероники ребенок весит 2,700, то это мало для мальчика. У меня родилась девочка недавно, и у нее вес 3,250. И это, я скажу, для мальчика вес, который вам ставят маленький. У нас с таким весом еще могут в больнице держать неделю, чтобы ребенок набрал вес. Так нет, у меня же еще месяц ковид беременный. Ну да. А он же еще вырастет, это ж... У меня целый месяц еще. Ну, немножко меньше, конечно. Он же вырастет. У меня животик немаленький. Копите, Ники, собаку, когда она родит. И она будет довольна, и вы, малюк, дитина так будет расти с собакой, и потом еще скажет, спасибо, что купила собаку. Мне нравится такой комментарий. Ну, конечно, она просто мряет про собаку, она очень мряет собакой, и хочет, чтобы собака была. Но я ее понимаю, и говорю, Ника, родись сейчас с дитиной, а потом я в тебя спитаю, хочешь ты собаку, или не хочешь? А если ты скажу, что хочу? Ну, тогда будем уже какие-то выяснятки делать. Просто ты понимаешь, что это уже будет проблематично. За дитиной дивиться, за собакой дивиться. Такашки, херяшки убирать. Да. Ты будешь? Тебе есть, за кем убирать? Льолик родится. А я хочу за вами все убирать. Ой, боже, все это слышали, то, что ты сейчас скажешь. Я тебе говорю, попробуй только забрать свои слова обратно. Миша. Дивись, хорошо. Что, ты поела? Сейчас я буду есть. Да, поела. Друзья, комменты почитали. Дуже вам дякую, те, кто писал, те, кто нам помогает. У нас уже важнодушие легче, когда вы пишете свои комментарии. Да, за обратную связь. Да, за обратную связь дякую, да. Так что, всем приемного аппетиту.